В ноябре этого года телевизионной передаче, а точнее Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники», выходящей на Первом канале, исполнится 30 лет. Её автор – бессменный ведущий, кандидат исторических наук, профессор МГИМО Юрий Вяземский. С появлением регионального движения «Умники и умницы» Юрий Вяземский стал ежегодно посещать Ульяновскую область. В этом году он не только посетил состязание, но и провел лекцию в ЛГПУ. Сразу после неё в библиотеке университета состоялась наша с ним беседа. Здравствуйте, Юрий Павлович. Мы очень рады, что вы не забываете наш регион, нашу молодёжь. Вот буквально сейчас у вас была встреча в Ульяновском государственном педагогическом университете. Не встреча, а лекция. А лекция даже. Научная. А тема какая была? Три пути познания – научная, художественная и религиозная. Я горд, потому что я приехал как профессор на колец, а то всё автор ведущий. Вы раз вы приезжаете? Ну, как профессор, да нет. Встречи у меня были каждый год, но это в основном задают вопросы, в основном про передачу, про Ульяновскую область и так далее, про личную жизнь, про жён, про детей и так далее. А здесь это был visiting professor. И вам потом задавали много вопросов, как я знаю. Ну, не очень много, потому что, когда долго читаешь, времени остаётся на вопросы мало. Ну, а какие вопросы были? Просто кратенько такие, самые интересные. Связаны с тем, вот, наука и религия, их взаимоотношения, искусство, какое место занимает. Очень сильно, да. Особенно интересный был вопрос, вот, нельзя ли в школах наших сделать так, чтобы одна треть была научная, одна треть художественная и одна треть религиозная. Можно? На что я отвечал, что всё-таки просто должны быть разные школы. Ну, потому что я в своё время учился, простите, в ЦМШ, Центральная средняя специальная музыкальная школа Примосковской консерватории, где там, ну, в общем, почти все учились, из приличных людей. Нет, такая же ещё Ленинградская была, но я там тоже учился. И, в общем, это, конечно, было изучение именно искусства и именно музыки. После этого я когда попал в нормальную школу, я просто не понимал, о чём говорят на уроке геометрии. Я это всё пропустил. Понимаете, там это есть, это специализация. Ну, и в религии, для того, чтобы вступить на религиозный путь, а об этом сейчас многие говорят, что надо проходить религиовиде, надо, прежде всего, выучить молитву, хотя бы отче наш. Если ты не знаешь отче наш, то тебе о чём с тобой разговаривать. Ну, это просто первый шаг. Так что лучше всё-таки, чтобы школа была научная, вот, а если человек хочет играть на скрипке или на каком-то другом инструменте, для этого существуют специальные, или писать картины. Дыши есть такие ещё. Ну, а религия, для этого существуют специальные гимназии. Юрий Павлович, а как часто вы выезжаете в регионы? Вы у нас ведь каждый год бываете. Ну, а как же я? Да, ну, другие регионы тоже, наверное, не обделены вашими вниманиями, так думаю. Ну, я стараюсь. Это особые религионы, особенно те регионы, которые возникли в самом начале движения, или те, которые добиваются хороших результатов. А другие регионы у меня есть. А движение? Расскажите об этом. Движение возникло. Сейчас, да, это был 2013 год, когда я вдруг понял, что передача вот-вот рухнет, потому что злой человек насыпал перца в глаза макаки и резус. Так заканчивается одно сочинение Солженицына. Злой человек вёл ЕГЭ. Злой в отношении меня, потому что, как только появилась ЕГЭ, естественно, мне люди перестали писать. Постепенно я, в общем, мог утратить контроль, связь с Россией. И поэтому мне на помощь пришли губернаторы, которые сказали, Юрий Павлович, мы вам поможем. И у себя организовали это движение, тоже состоящее из этапов, так же, как и у меня, четверть финала, полуфиналь. То есть умники и умницы. А в итоге получилось очень важно, потому что эти умники, ведь у меня выигрывают немногие. А здесь руководители субъектов федерации, республик, они стали обращать внимание на своих талантливых детей. То есть это польза и для меня, и польза для регионов. И один из таких людей был, я его особенно ценю, Морозов, потому что на некоторых я сам выходил, особенно есть мощная организация, которая называется Администрация Президента, она мне тоже с чем помогала. А Морозов ко мне подошёл на питерском форуме, сказал, Юрий Павлович, это же прекрасное движение, но нонсенс. Ульяновска нет в этом движении. Это надо исправлять. Если вы представляете себе Сергея Ивановича, я представляете то лицо, которое у него было, и я понял, что у меня вариантов нет, и, конечно, Ульяновс должен быть обязательно. Сейчас 33 региона. Много уже. Сейчас помощь мне по моей просьбе оказал Владимир Владимирович Путин. Так просто мне повезло, он посмотрел мою программу, она ему понравилась, он мне позвонил. Лично? Лично, в том-то и дело. Мне лично позвонил телезритель Путин и спросил, чем он может мне помочь. Я в течение почти четырёх минут, не он передо мной ставил задачу, а я перед ним ставил задачу, просил его о том, о том, о том, о том, и он мне, конечно, очень помог с присоединением дальних сибирских стран. Причём они не все хотели присоединиться, и когда некоторые стали соскакивать, я, соответственно, говорю, как вы сейчас сами исправитесь, или администрация президента вам была звонить. Угрожали. А я не угрожал, понимаете, в отличие от них, я понимаю, что это задача, которую ставит президент. Я говорю, вы, видимо, плохо понимаете, над чём вы... Тому угрожать было сложно, потому что там... Ну, министр, я с ним договорился, всё запустили и так далее, министра сняли. Ах, вот, из-за чего, понял. В разведке это называется... Контакт провалился. Ну, ничего, я всё равно их всех... То есть сейчас 33 субъекта федерации. Простите, что я их называю субъектом федерации, потому что Ульяновская область, это Ульяновская область, а у меня же ещё республики есть. Вот как раз мне сегодня позвонила Мария Эл, а у меня уже мест нет. А марийцев надо брать, потому что у меня племянница на дно восьмой, Марийка. Моя родная племянница, и вообще Ишпай, мой любимый композитор Андрей Яковлевич, ну как? Я говорю, понимаете, что вы мне... Вы нечестно себя ведёте. Будь это кто-то другой, я бы отказал, но я Мария Эл отказать не могу. То есть 34-й регион к вам присоединится ещё? Ну, если Бог даст. Там ещё другие есть. Юрий Павлович, ну, этот год ещё юбилейный. Не, ну, Ульяновск – это святое. Приятно слышите. Серьёзно я вам говорю, потому что вот сейчас вот по результатам этого сезона, 30-го юбилейного сезона, не буду говорить, потому что у меня эфир-то будет в июле, и пускай телезрители посмотрят, они болеют. Вот Ульяновск и Архангельск – это лучшие умницы. Видимо, потому что в этом году исполняется 90 лет замечательному педагогическому университету города Ульяновска. Да, этот университет всегда активно участвовал в подготовке умников, но что без университетов? Умников или умниц? Понимаете, умницы же ведь это тогда, когда я скажу «умница». А пока они умничают, они стараются стать умницами и получить орден умницы. У меня же орден умницы. Я просто иначе отношусь, понимаете, подавляющее большинство людей считает, что умницы – это девочки, а умники – это мальчики. Это совершенно неправильный подход. Нет, я понимаю, что, конечно, девочки – они умницы, и особенно в этом возрасте они более умницы, чем мальчики, но умницы, дорогие друзья, это слово общего рода. Если юноша – это редко бывает, чаще девочка. Но если юноша очень хорошо отвечает, я говорю «умница» и даю ему орден. А умник – это не всегда хорошо. Раскольников, есть такое сочинение у Достоевского, называется «Преступление-наказание», он кается перед Сонечкой и говорит «я пошел как умник, и меня это сгубило». То есть умник ударил двух женщин, причем ударил топором. А вот передача все-таки называется «Умники и умницы» или «Умницы и умники». Понимаете, у меня есть лицензия на то и на то. Она называлась до 1998 года «Умники и умницы». Теперь стала называться официально по договору «Умницы и умники». То есть переставил я местами. Я не буду вам рассказывать, почему это так произошло. Это была моя юридическая защита, как мне казалось, против той компании, которая меня выпускала и которую я потом бросил. Но сейчас, поскольку документ у меня с первым каналом подписан на «Умницы и умники», так называется моя программа, а движение я предлагаю называть «Умники и умницы», потому что здесь все-таки в основном «Умники», а чтобы стать умницей... Я, конечно, нехорошие вещи говорю, но мне очень нравится Павел Первый. У него есть гениальная фраза. Он очень четко определил дворянина. Он сказал, что дворянин – это тот, с кем я разговариваю, и пока я с ним разговариваю. Вот в каком-то смысле, видимо, я перед вами выступаю и говорю, что умница – это тот, с которым я разговариваю, и который отвечает на мои вопросы. Нехорошо. Но в каком-то смысле это так, потому что... Это правильнее, да, получится. Ну, за разговор со мной я же орден даю. Да. Наглый, да? Это телевидение. Да. А вообще, вот как возникла идея создания этой передачи «30 лет назад»? Я уже 16 раз на это отвечал. Я понимаю. Для 116. Нам еще не ответили. Это очень просто. Мне позвонили с телевидения, они уже меня знали как автора и ведущего. Сказали, Юрий Павлович, мы вас ценим именно как автора и ведущего. Таких очень мало на телевидении, потому что обычно ведущие приходят уже на какую-то программу, там свои авторы есть. Очень известные программы они, простите, куплены. И вообще они у нас родились. За что я люблю Первый канал, что там три очень известные программы, которые были придуманы именно здесь у нас. Это КВН, это «Что? Где? Когда?» И это «Маньяк». Мне просто сказали, что есть название «Умники». Потом добавили слово «Умницы». Но это был первый заместитель директора канала «Останкино». А все остальное придумал я и дорожки, и этапы, и цвета. Так что скоро это пошло в народ. А звание «Заумник» когда появилось? Кто вам присудил? Кто-то назвал. Это очень не нравилось моей жене, которая постоянно член «Реопага», ответственный секретарь. Но в какой-то момент она как-то это усвоила. Говорит, Юрочка, ты поедешь вот в Ульяновск, приедешь, там якобы лекцию ты читаешь. Ты постарайся, чтобы она была короче. Потому что, Юрочка, ты заумный. И дети тебя не понимают. А так они будут тебе задавать вопросы, им хоть будет интересно, они будут что-то придумывать сами. То есть, видите, даже на мою Таню как-то это слово «Заумник». Ну, я правда заумный. Особенно сейчас выходит моя книжка. Какой-то сумасшедший издатель в это-то время, помните? Булгатов. «Роман о Кум, о Кум, о Понти и Пилате. И вы нашли время». Он прочел мой философский трактат в двух томах, который называется «Вооружение Одиссея» и переиздает. Я, естественно, сюда привезу и буду рекомендовать. Да, будет интересно увидеть. Я не думаю, что это будет интересно, потому что там во втором томе есть вещи, которые я просто не понимаю, что я хотел. Что я хотел сказать и зачем я это сказал. Но вы написали? А? Написали? Ну, когда-то все написалось, конечно. Я просто к тому, что заумник. Главная награда передачи – это поступление победителя в МГИМО. Я могу за вас сказать, потому что я повторяю это каждую неделю. Победители финального состязания, гуманитарные олимпиады, умницы, умники, здесь-то в ваших глазах, без экзаменов, станут студентами Московского государственного университета. Это была ваша идея? Это была идея, конечно, моя. Потому что это был 92-й год, олимпиад не было, не было всех этих бюрократов, не было этого движения олимпиад и все прочее. И мне очень хотелось, поскольку я родился и вырос в МГИМО, у меня такое ощущение, что я там действительно родился и вырос, так как получилось. Мне хотелось, чтобы был вот этот вот реальный приз, не денежный, а супер денежный, потому что в те времена поступить в МГИМО, сами понимаете, можно было и за деньги, и там уже стали места платные. Но там было достаточно сложно поступить, и в этом действительно была путевка в жизнь, это было очень здорово и так далее. Сейчас, наверное, тоже не так-то просто. Сейчас, значит, это проще, потому что сейчас есть ЭГЭ, надо просто встать ЭГЭ, надо просто сдать ЭГЭ. Надо просто сдать ЭГЭ. Страшное слово. Где-то страшное, где-то очень дорогое, видимо, судя по тому, какие у нас ребята с Кавказа поступают, я думаю, что просто дорого стоит. Но, естественно, мне нужно было, чтобы поддержал МГИМО, мало ли, какая идея у меня родится. Но мне очень повезло, потому что проректор по учебной работе в то время был Анатолий Васильевич Таркунов, который сразу мне сказал, я говорю, едва ли мне что-то дадите, ну, хотя бы там одно место победить. Он тебе говорит, я тебе пять мест дам. И через полгода он стал ректором. Он говорил, ректор, и через полгода сам стал ректором, и вот пошла эта традиция. То есть пять мест были для вас прям выделены? Пять человек как раз не для меня, а для победителей. Нет, вы не водите, пожалуйста, в заблуждение телезрителя. Они подумают, что лично я, значит, решал кому и так далее. Нет, просто пять человек действительно имели возможность поступить в МГИМО, победители, а сейчас уже их 12, плюс 6 еще становятся призерами. Это вы учитываете региональных победителей тоже, да? Я их не учитываю, потому что система такая, значит, регионы... Ну, давайте про Ульямс говорим. Судейская коллегия, которой я не принадлежу, что судейская коллегия решает, кто выигрывает, судейская коллегия определяет, и авторы определяют, на какую тему будет состязание. Я абсолютно не вмешиваюсь. Это так же, как происходит, простите, когда готовится к Олимпийским играм. Есть национальные комитеты, и они готовят команду. Олимпийский комитет, во всяком случае, хороший Олимпийский комитет, они сейчас, как со всеми этими наездами на наших спортсменов, выставляется команда, дальше Олимпийский комитет следит за тем, чтобы, в общем, часто шли соревнования, кто-то выигрывал. Я не вмешиваюсь, но я сижу и внимательно смотрю. Значит, три человека, они должны мне определить. Трех победителей, из них один должен быть назван абсолютным победителем. А я сижу очень внимательно наблюдаю. Потому что, в принципе, как автор и ведущий программы «Умницы и умники», я имею, как бы это назвать, резерв ставки. То есть из Ульяновска я никогда не уезжал, не дав кому-то, не вошедших в число этих трех, дополнительного места. Иногда это было одно дополнительное место при Связемске, иногда это было два места, иногда это было даже три места. Но потому что сильные очень ребята. И сейчас я вам уже докладывал, забегая немножко вперед, что ульяновские ребята молодцы. Причем это Ульяновская область. Юрий Павлович, все-таки давайте к образованию. Все-таки давайте. А там было что-то по образованию? Да. Вы преподаете МГИМО. Ну, как бы. Да. Вот насколько сейчас уровень абитуриентов, тех, кто поступает, высокий, низкий, по сравнению с тем, что был 30 лет назад? Хотите сказать, чтобы я зачитал этот приговор, который вы уже давно составили? Ниже, конечно, стал. Откуда ему быть выше? Это с одной стороны. А с другой стороны, в общем, конечно, преподавание стало честнее. Я имею в виду гуманитарные дисциплины, потому что история все-таки стала больше похожа на историю. Это многих, может, даже раздражает. Но из истории, в общем, не вычеркнули негатив совершенно, как это было до этого. То есть, нет, негатив на Западе там один негатив, а у нас один позитив. Честнее все стало, но реформы затеяли, а у нас в России реформы сюда проходят очень трудно. Но все поправится, не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну, постепенно. Ну, сейчас говорят о возвращении экзаменов, которые были в школе. Или вы за ЕГЭ? Понимаете, на ЕГЭ потратили столько сил, что вообще ЕГЭ обижать не надо, потому что это совсем идиотизм. Начали все перевести на ЕГЭ, а потом от него совершенно отказаться. Тем более, простите, я как раз сейчас пережил, и наш институт, я про другие не говорю, пережил тот момент, когда просто, если бы не ЕГЭ, то непонятно было, как проводить компанию вступительную. Вступительную. Нет, я давно еще Фурченко, когда он был министром, объяснял, что есть хороший пример для них, для всех. Не надо больше никуда смотреть. Это экзамен на вождение автомобиля. Начинается с ЕГЭ. Ты садишься и на компьютере набираешь правильные ответы на вопросы, куда и как ехать, правила движения. А потом тебя выводят на площадку, тебя сажают за руль машины, и смотрят, ты вообще двинуться с места можешь, и запарковаться ты можешь, и вообще как ты вот этим транспортным средством управляешь. Я говорю, вот все очень просто, надо так же все это сделать. Хотя бы два экзамена. Эти два экзамена должны быть именно по специальности, чтобы смотреть, ты юрист, или ты врач. Кстати, с врачами очень интересно поступают, сдавая биологию и химию. Это химия, биология, а при чем здесь? Это нужно врачу, но это не говорит совершенно о том, рождился он врачом или нет. Он может вообще, может его близко подпускать не надо к больному, потому что он ни боли не чувствует, ни сострадания не испытывает, а он на него смотрит как на химический или биологический объект. И об этом многие замечательные врачи говорят. Нет, это все убрали. Андрей Александрович Дорогой, я ему говорю. А с ним очень приятно было беседовать, он очень симпатичный человек. Пришел к нам, сидел в Ариапаге, судил, нашел время, министр образования. Тем более еще слушал то, что я перед ним выступал, где-то минут 14. Я говорю, ведите два экзамена, оставьте, чтобы были эти по специальности. А ЕГЭ пускай будет для того, чтобы проверить, так сказать, общую ориентацию. Хотя я бы ЕГЭ. Я бы дал все это на волю у вузов. Они с коррупцией борются, а вы думаете... Ну вы меня поняли, дорогие друзья. Я просто член приемной комиссии. Вот видел однажды одно заявление. Юншу привез 100 баллов по русскому литературе. В слове заявления было две ошибки. Причем одно с кавказским акцентом. С мягким знаком заявлений. Ну. Документ. Да. Или документ. Наверное, у многих документ остается. К сожалению. Юрий Павлович, вот что вы можете пожелать в этом году абитуриентам? Экзамен вот-вот начинается. Что вы можете пожелать им? Удачи. Не, ну через это мы пройти. Понимаете, я сразу задумался, потому что у меня внучка пишет. Карабиночка моя, Сашенька. В этом году? Да, вот-вот через несколько это был такой замечательный фильм. Да и книжка замечательная. «Олд Хиншмен. Вся королевская рать». Там один персонаж говорил «Убить гада». То есть дотейка. Спасибо, Юрий Павлович. Завтра увидимся с вами на игре, я думаю. Спасибо. До свидания. Пожалуйста, дорогая.